Рыболовы Как это повысить результативность рыбалки Чтобы не было сходов, чтобы не наблюдать за этим всем делом Мы с вами знаем, что хищница берет свою жертву, как правило поперек Как обычно Зубами схватила поперек и держит Потом начинает перебирать ее Перебирает, перебирает, поворачивает И после того, как она развернулась головой к ней в пасть, она её заглатывает. На это уходит 3-4, может меньше, зависит от размера щуки. Крупная щука, она заглатывает её моментом, не поворачивая, если приманка небольшая. Я ловлю на карасиков. Почему? Потому что они живучие, подвижные. Рядом, если проходит какая-то у него опасность, он сразу начинает дёргаться. Можно, конечно, цеплять плотвичку, можно уклейку. Может, даже они и выглядят для щуки получше так. Но они менее живучие, они могут там час, два, три и готово. Она уже бесит, как совсем не шевелясь, не привлекает кишника. Карас же отставит сутки-двое, снимаешь, он продолжает живой такой же быть. Вот. Сначала я цеплял за спину. Вот, показываю, крючок взял. Это, конечно, слишком здоровый. Но, кстати, многие цепляют, ошибаются делать такие крючки. Пусть он даже меньше в два раза, всё равно он большой. Почему? Потому что, когда она её взяла, щука, поперек, начинает поворачивать, то вот эти вот жало в пасти или за губы, где-то её слегка укололи, она её бросает и уходит. Поэтому вот такие варианты сходов 50 на 50, а может и больше. Бывает поклёвок 10, а результатов 2. Такое было много. Я ушёл от этого. Значит, после вариантов тройника, когда у нас очень большой процент сходов, я стал заводить поджабры. Вот такая специальная штука, которая вязальная. Она легко это делается. Запустил, провёл. Поводок у нас вышел сюда, через рот. Сейчас одевается двойник. Но двойник у нас прилегает так, что может даже, если она его загланула, то может двойник она выплюнуть вместе с этим двойником. Были такие варианты. Уловить здесь, конечно, выше, чем за спинку брать тройником. Но всё равно сходы были. Я пошёл дальше. Что я сделал? Вы же, наверное, обратили внимание, что я беру тройником. Что у нас получается? Как мы заводим тройник? Потому что вы спросите, а как можно его завести, если он не разъединяется? Увеличиваем. Я в петельку завожу свою петлю. В ушко крючка. Одеваю на два жала. И готово. То есть соскочить он у меня не может. Но у нас уже оснащён тройником. И что мы имеем? Вот у нас получилось, что у нас три жала облегают рот. То есть тогда, когда щука заглатывает его, у неё зацепа не будет. И она его заглатывает до самого, до самого желудка. Потом, когда она пытается уйти в сторону, это у неё цепляется внутри. Щука, значит, дёргается, дёргается. У неё мой крючок оказался глубоко-глубоко внутри. Потому что приманка-то пошла назад, а крючок остался. Дальше. Значит, недостаток в том, схода в ноль объясняю. Если это можно считать недостатком, то что поводок не извлечь, потому что у него он находится глубоко в желудке. Что я делаю? Тройник наш оказался в желудке глубоко в щуке. Вытащить его, сидя в лодке, и очень долго возиться, и бессмысленно. Поэтому, что я делаю? У меня специально все поводки оборудованы карабинщиками. Я снимаю поводок вместе с щукой и ложу его куда там дел, ложу в щуку. Там сумку, мешок, пакет, неважно. Вместе с поводком. Для этого у меня есть более десятка запасных поводков. Не запасных, а специально для того, чтобы не вытаскивать этот поводок, я цепляю другой тут же. Вот он у меня подготовлен. Вертлюжок одеваю на карабин, застегиваю, а далее все как обычно. Одеваем живца, отпускаем, и наша снастка снова стоит для следующей щуки. А этот поводок домой мы приезжаем, начинаем потрошить, я его аккуратно извлекаю, мою, сушу и ложу на место. С ним ничего не случится. Я вам показал, почему тройник, потому что я вам еще раз говорю, что сходов у меня нет, потому что тройник. Вы скажете, что это неудобно отцеплять, цеплять, и вообще с кружками в лодке возиться. Да, то есть с моими плавучими жерлицами. Кружки быстро ставятся, тройник тоже быстро одевается. Но если вас интересует результат, то тогда уже надо идти по другому пути. Я лично заинтересован только в результате. Потеряю я пять минут на подготовку больше, чем вы успостанавливаете или чем я ставил эти кружки. Но я домой иду всегда с удачей. Схода у меня нет. Вот я поставил жерлицу и не подхожу и не смотрю. Минут через тридцать, сорок, может, через час могу дому ехать. Приехал, бинокль, посмотрел свои, они стоят на месте, где стояли. Флажок видно далеко, далеко, если он сработал. Не сработал, тоже видно. Если сработало два, три, я сажусь лодку, подпываю, снимаю, опять одеваю это все, одеваю карасика и снова свободен. Но вот эти варианты двойник, тройник и так далее, тем более иногда ставят такие огромные тройники, видно, как на сома. Вы же обратили внимание, какой тройничок? Тройничок, цевьё очень короткое. Почему? Потому что когда он у нас находится во рту у карася или у плотвички, неважно, какой вашей приманки, он своим, если длинное жало, он у него начинает портить жабры, она подраненной становится. Это понятно. И сокращается срок её живучести. Мой же тройничок очень цевьё короткое и сам размер маленький. Это размер пятёрочка по нынешним стандартам. А для лучшего я могу лучше замерить и показать сколько миллиметров от цевья до жала. это где-то у нас получается буквально получается где-то около восьми миллиметров. Вот она, пожалуйста. Восемь миллиметров от цевья до жала. И в результате получается всего у нас, если это был у нас радиус, получалось диаметр получается у нас 16-17 миллиметров. всего-то. Но большие ставить нельзя. Просто ваша хищница уколется и выплюнет вашу. Делать меньше, значит меньше он может просто выскользнуть вместе с приманкой. Жало всё-таки должно немножко, чуть-чуть-чуть, лишь бы не мешать, когда она её будет заглатывать. И всё. С собой я вожу поводки, оснащённые уже тройниками, чтобы они не путались. Я вот одеваю поролончики так, и они мне лежат отдельно в коробочке. Как я уже говорил, домой приезжаю, потрошу наших щук и извлекаю оттуда ручки. И ещё очень важно, какие у вас поводки. Я вам позже всё это объясню. А пока удачи вам, ни хвоста, ни чешуи. ни чешуи. удачи. Продолжение следует...